В первом матче Рота Рассенал на 62-й минуте судья правильно не назначил 11-метровый удар. Очень сложный момент для арбитра. Мы видим, что мяч со штрафного летит сильно в сторону игрока, который делает движение рукой. Но внимательно посмотрев на этот момент, все члены комиссии пришли к мнению, что мяч попадает не в руку, а в голову игрока команды Рота и отскакивает в сторону. Поэтому, просмотрев данный фрагмент, судьи ВАР приняли решение, что не надо вмешиваться и сделали это совершенно правильно. Правильное решение продолжить игрой. Следующий момент. Судья принял неправильное решение. Он не заметил даже нарушения правил в том моменте, когда игрок Рота номер 27 сыграл в мяч, но после этого не убрал ногу. И его действия надо рассматривать как серьезное нарушение правил. Мы хорошо и отчетливо видим, что прямая нога игрока Рота бьет соперника в колено. Это очень опасно для здоровья соперника. Используются шипы, большое усилие. В данные моменты должны рассматриваться как серьезное нарушение правил. И игрок номер 27 должен был быть удален с поля. Комиссия приняла решение, что судья правильно назначил 11-метровый удар. Хорошо видно, что игрок команды Арсенал по неосторожности своей ногой делает подножку сопернику. Это рассматривается как фолл по неосторожности. И в таких случаях арбитры должны назначать штрафной удар. А если данное нарушение происходит в штрафной площади, то назначается 11-метровый удар без вынесения дисциплинарных санкций. Судейская бригада совершенно правильно отменила взятие ворот. Здесь важно отметить работу в виде ассистента в арбитах. Они по всем правилам прочертили линии. И по этим линиям видно, что в нескольких сантиметрах игрок Динамо находится ближе к линии ворот соперника, чем защитник. Поэтому совершенно справедливо отменен гол. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в воротах футбольного клуба «Сочи». На видео хорошо видно, что игрок команды «Сочи» положил руки на тело соперника. Но он не задерживает его и не толкает его. Почувствовав это касание, игрок номер 8 Динамо усиливает и умышленно падает на землю. В таких моментах, по рекомендации департамента судейства, судьи обязаны продолжать игру. Судья правильно засчитал гол. Мы видим борьбу двух игроков «Сочи» с игроком Динамо. Борьба происходит нормально. Все три игрока выпрыгивают вверх. И один из игроков касается мяча. В данном эпизоде экспертно-судейская комиссия не заметила нарушения правил. И поэтому решение арбитров продолжить игру поддерживает. Субтитры создавал DimaTorzok